Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно, поставьте плюсики в чат, если все нормально. Спасибо. Ну что ж, новая неделя и новые вебинары у нас начинаются. Сегодняшний вебинар откроет Юрий Николаевич Белоножкин. А у меня, как всегда, для вас несколько объявлений. В начале сайта две полезные ссылки. Одна из них ведет на наше расписание вебинаров, вторая на записи всех наших вебинаров, на наш видеоканал на YouTube. Запись этого вебинара тоже появится через некоторое время на этом канале. Она ведется. Два следующих вебинара, которые я хочу вам представить, помещаю в чат. Это завтрашний вебинар Софьи Багдасаровой. Софья начинает свою серию вебинаров про искусство. Вебинар начнется «Почему античные статуи обычно обнажены?» Или про то, как греческий идеал красоты повлиял на мировое искусство. И в среду 29-го вебинар Сергея Гевлича «Объясняшки. Анимация доступная каждому». Сергей – разработчик этого приложения «Объясняшки. Замечательное приложение, при помощи которого каждый может создавать анимацию». Перед тем, как передать слово Юрию Николаевичу, напомню, что все участники наших вебинаров, именно участники, а не зарегистрировавшиеся, то есть надо обязательно принять участие в вебинаре, получат электронные именные сертификаты на свой адрес и смогут ими воспользоваться. Собственно, у меня все. Я передаю слово Юрию Николаевичу для проведения сегодняшнего вебинара. Павел, добрый день, дорогие друзья. Я рад, что мы собираемся по этому поводу психологии и обучения не в первый раз. И особенно рад тому, что мы постоянно будем развивать и углублять то, что мы когда-то с вами обсуждали. Возможно, вы уже здесь не первый раз, но если кто-то впервые посещает наше мероприятие или вот эту тему по психологии, онлайн обучения, не пугайтесь, у нас есть все записи. Вы можете все просмотреть. То, что было ранее, и я вижу, что здесь нас хорошо слышно и видно. Итак, друзья, вы сейчас видите на экране то объявление, ту рекламку, тот пример графики, которую вы видели при регистрации. Хочу отметить сразу, что сегодня мы с вами будем говорить о том, что волнует не меня, а нас, а еще точнее каждого из нас. И вот я хочу, чтобы мы вот эту цель преследовали именно в этом ключе, что у нас есть свои потребности, есть свои интересы, есть свое представление об успехе. И мы хотим вот именно в этом ключе с вами сегодня работать и будем искать, в чем ключи успеха, в чем эффект в обучении или в применении онлайн технологии. Но ведь не все обучают, например, библиотеки, они, сотрудники библиотек, у них функция обеспечения учебного процесса, да, духовного, культурного развития. Но у них тоже есть свои интересы именно в онлайне, там тоже будет своя психология. Так же, как и у специалистов образования, у руководителей подразделения образования, а не только у педагогов и у преподавателей. Итак, психология для нас с вами, как вот мы видим уже некоторые данные на экранчике, это один из элементов, который влияет на наш результат. Ну не только реклама, не только продажи нас интересуют и обучению, но в том числе и это. Итак, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что у нас 4 октября такой вебинар состоялся, и вы эту презентацию видели и можете ее скачать. Мы тогда обсуждали с вами психологию именно в онлайн, опираясь на классическую психологию. Мы уточнили, что наш мир обучения в онлайн это что? Ощущения, звук и эмоции, они тоже могут быть и в онлайн. Мы договорились, что это сложно реализовать, но можно представить, и сегодня мы будем это представлять. Вот сейчас пока я напоминаю то, что мы говорили раньше, я прошу вас подумать и написать в чате, подумать и написать в чате, в чем ваш интерес от этого вебинара, в вашей работе. То ли повышение эффективности, то ли просто для себя, для саморазвития, то ли для решения бизнес-задачи, то ли для науки. Что вы для себя преследуете, самое главное в этом вебинаре, говоря про психологию онлайн обучения. Если, конечно, это не секрет. Мы говорили о том, что кроме различных направлений психологии, сегодня мы уже говорим и о таком направлении, как и онлайн психология. Мы пока такой градации науки пока не видим, но практически она есть. Мы говорили о том, почему традиционное представление об онлайн обучении уже не работает. Мы с вами опирались на таксономию Блюма, спасибо, Наталья Николаевна. И мы уже тогда говорили, сейчас я возьму указочку, что симуляторы, видео, различные виды визуального представления информации, не только текст. Это все имеет значение для создания достижимых учебных целей. Мы говорили с вами о такой очевидной вещи, как забывание. Кривая забывания Германа Эббингауса. Мы вспомнили, это очевидно. Но мы с вами обратили внимание, что современный человек, который сидит в смартфонах, да-да, многие из нас это делают, в том числе и я этим страдаю. У них охват внимания очень маленький, очень короткий и примерно такой же, как и у золотой рыбки в аквариуме. И вот мы с вами говорили тоже достаточно банальные вещи, от чего зависит кривая забывания. И рассылки электронной почки, и доступ со смартфонов повышает запоминаемость. И живое общение в этом случае лучше происходит, когда мы используем разные форматы. Это тоже мы с вами говорили о том, что мобильные телефоны и так далее. Мы все это с вами рассматривали очень хорошо, вплоть до того, что увидели новую будущую профессию по версии агентства стратегических инициатив, дизайнер эмоций. Все это для нас очевидно, мы говорили в основном о механизмах, о методических подходах, о структуре, но мы мало говорили о практике формирования психологии и эмоций в онлайн обучении. Сегодня мы с вами это продолжим. Итак, мы видим с вами ответы самые разные. И они сводятся к тому, что мы действительно ощущаем интерес к психологии в онлайн, как один из интересных, полезных, актуальных факторов в обучении. Давайте сейчас... Спасибо, спасибо вам. Нам не хватает обычных средств и мы, в частности, понимаем, что увеличение часов на самостоятельную работу за счет уменьшения аудиторной нагрузки создает также важность создания эмоциональной, психологически окрашенной среды, где обучаемые будут достигать учебных результатов не с худшим результатом, чем и ранее. Спасибо, спасибо, спасибо. Теперь давайте мы с вами, опираясь на вот эти наши потребности, которые у нас есть, в том числе те, которые вы мне прописали, посмотрим на некоторые примеры. На некоторые примеры. Я прошу вас взять, если можно, листок и ручку. И посмотрим несколько примеров уже с критической точки зрения, критически. Я вам сейчас буду периодически показывать примеры, в которых реализована некая психология. А вам буду предлагать найти плюсы и минусы. Плюс, что сработало, минус, что недостаточно сработало или не сработало. Вот фиксировать те моменты, которые, на ваш взгляд, работают на психологию. Итак, смотрим первый ролик на анализ. Он короткий. Вы не соскучитесь. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я расскажу вам процедуру покупки онлайн-курса в Moodle. Это делается очень легко. Но для начала нужно авторизоваться. Хотя для этого надо сначала создать учетную запись. При создании учетной записи не забудьте проверить папку спам на всякий случай. Если это вы сделали, логин, пароль есть, необходимо сделать вход. Все, вы авторизованы, но в папке Мои курсы у вас пока ничего нет. Следующий шаг. Необходимо сделать покупку. Это можно сделать на той страничке, где размещена сама покупка в курс. Оплатить сейчас. При этом выбирается та платежная система, которая лучше подходит именно к вам. Я могу выбрать Яндекс.Деньги, хотя вы можете сделать это через Банк Казахстана или Украины или другой платежной системы. Если вы продавец, вы получите письмо об уведомлении о заказе. Покупателю это не видно. Итак, мы переходим к оплате. Мы совершаем оплату на эту сумму. И как только мы заплатим, нам будет предложено вернуться на сайт магазина. Дорогие друзья. Возвращаемся на то же место, откуда мы начали. И теперь ждем в меню Мои курсы нашу покупку. Хочу сразу предупредить, что она произойдет не сразу, примерно через 2-3 минуты. После обновления страниц в течение 2-3 минут вы увидите то, что вы приобрели. Вот, ура! Вы приобрели этот онлайн курс. И теперь вы можете им пользоваться. Дорогие друзья, если вас заинтересовала эта технология, вы можете обратиться к нам. И мы поможем, научим вас тому, как это делается. С вами был Юрий Белоножкин. Всего доброго. До свидания. Итак, мы посмотрели пример. Это пример чистой рекламы. Но согласитесь, что мы решаем и задачи дополнительного профобразования, привлечения студентов, повышения объема каких-то наших продаж, если мы работаем в бизнесе. Вот теперь хочу вам задать вопрос, дорогие коллеги, что в этом ролике было эмоционально, положительно, интересно, если это было. И что в этом ролике было, на ваш взгляд, недоделано, неудачно, на что можно обратить в будущем. Это, видите, делал я. Мое показывать не стесняюсь. Поэтому можете меня критиковать смело. Итак, друзья, вот это пример, в котором была некая эмоция. Если хотите, я могу еще раз запустить. Вот чуть-чуть с самого начала, чтобы выполнить это. Что здесь было, на ваш взгляд, неудачно. Итак, спасибо, Ирина Юрьевна. Краткость, большой плюс и четкость. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я расскажу. Вы угадали. Я вчера переписал к онлайн-курсу в Мирл. Это делается очень легко. Но для начала не авторизоваться. Но моя коллега, мой партнер сказал, что очень медленно, очень вкусно я переписал. Спасибо. Не забудьте проверить папку. Екатерина Николаевна, плюс визуализация. Я сейчас сделаю паузу. Нажму на паузу. Действительно, тут есть визуализация. Мышка подсвечена желтым фоном. Лаконичность. Нарративный. Спасибо, Юлия Борисовна. Делает машину. Спасибо. Итак, да, оптимистично. Надежда Валентиновна тоже есть. А вот слишком быстро. А Ольга Александровна, у нее противоположное. Слишком быстрая подача оказывала отрицательное действие. Я когда делал первый раз, я наоборот говорил медленно, спокойно, не торопясь. Потому что не всем это понятно. Даже вот некоторые вещи впервые, которые здесь, они не понятны. Я хотел наоборот медленнее. Так, что вот по темпу речи? По темпу речи, к сожалению, единого или универсального решения не будет. Кому-то будет это казаться скучным, кому-то наоборот веселым и понятным. Поэтому я пошел по пути учета большинства, которое поймет. А тем, кому непонятно, я рассчитываю, что он применит или прокрутку назад, или темп речи поставит ниже. Отлично, идем дальше. То есть, для большинства, вот Ольга Борисовна, кстати, для меня эксперт, да. Но для Ольги Борисовны эксперты легко это воспринимать. Спасибо, Ольга Борисовна. Она считает темп отличный. Очень быстро считает. Так, что еще? Хорошо слышим. Лекторский потенциал. Спасибо, Юлия Борисовна. Женский голос звучит обычно лучше. Мне тоже так кажется. Да. Но мы учитываем именно мнение большинства, когда что-то делаем, если речь идет о массовом потреблении. А вот для кого-то, Ольга Александровна, считает, что мужская речь предпочтительная. Итак, мы увидели хороший, достаточно интересный продукт. Я хочу лишь спросить вот такую еще деталь. Оправдано ли было на ваш взгляд, вот это, в будущем, начало, вот это применение заставок в начале? Вот такие заставки. Добрый день, Дорог. Первая часть уточнения, а вторая в конце, вот это конечное. К тому, как это делается. С вами был удивительный, но что все, ура, вы приобрели, ура, вы приобрели этот онлайн-курс, и теперь он может им пользоваться. Дорогие друзья, если вас заинтересовала эта технология, вы можете обратиться к нам. Насколько они оправдывают назначение привлечения внимания? Так, плохо слышно. Меня хорошо слышно? Черный фон, это плохо. Так, если меня будет плохо слышно, вы говорите, друзья. Спасибо. Итак, вот про черный фон, это уже хорошее замечание, но я не уверен, что оно относится ко мне. А может быть и ко мне. Но я его учту. Надо проверить. Я сейчас не знаю, это вебинарная платформа так делает. Я думаю, это так делает вебинарная платформа, она вставляет черный фон. Плохое качество звука в вебинаре или в ролике? Валерия Валерьевна. Ну, если плохое, то я обращу. Спасибо. Теперь давайте рассмотрим следующий пример. Статические картинки, дорогие друзья. Как вы думаете, вот это вот у нас мероприятие, это стриминг. Наверное, уже все знают, что мы занимаемся стримингом, потоковым вещанием. В образовательных целях. Как вы думаете, вот это вот картинка, сделанная под формат Фейсбука. Там есть такой элемент мероприятия, и там нужно четкую конфигурацию изображения вставлять. Определенные пропорции по ширине, по высоте. Белые буквы с подсветкой, чтобы они читались на любом фоне. Знаете ли вы, как это можно сделать быстро? Мне кажется, вот это то, что мы сделали с Мариной Юсовой, а это была ее идея. Кстати, одному очень сложно что-либо придумать вот этот заголовок. Вопрос. Знаете ли вы аналогичный прием? В каком инструменте можно делать вот эту окантовку вокруг буквы, чтобы они читались? Подтормаживает, подтормаживает. Хорошо. Нет, нет, я тоже не знал. Вот Ольга Александровна, Ирина Александровна, мы догадываемся, что это где-то делается. Но как это делается, мы пока не знаем. Следующий пример. Я сейчас покажу, спасибо, покажу еще один пример ролика. Выделить текст и в настройках поменять. Ну в настройках чего? Ну например, в PowerPoint, наверное, да. Вот в PowerPoint я бы согласился. И уже из PowerPoint вот эту картинку с наложенным текстом, это было бы хорошо. Спасибо. Нет, это не видеоредактор, это, я сейчас покажу все эти инструменты, чуть позже покажу. Коллеги, у нас сегодня по расписанию час 30, я обычно заранее должен объявить. Но это было написано, мы все успеем посмотреть. Сейчас еще одно практическое задание, вы уже знаете, что нам нужно сделать. Я сейчас включу. Извините, если будет у кого-то подтормаживать. Это медленный интернет, возможно. Еще один ролик, где работает психология. Зафиксируйте положительные моменты, ну и замечания, недостатки, проблемы какие-то. Итак, начинаем. Итак, я запущу еще раз. Это сюжет, в котором нет никаких слов, никаких призывов, никаких действий. Зато есть некая психология. Девушка сидит в домашней такой обстановке, ей тепло, поэтому она там без носок, как мы видим. И она читает толстую книгу, на обложке которой мы видим название того руководства, которое мы с Татьяной Викторовной Телегиной издали. Создание бота с нуля. Если тут какая-то эмоция, и на что она может быть направлена, и вообще куда это можно применить. Ну, естественно, это можно применить для привлечения внимания к какому-то продукту. Итак, первый вопрос. Если тут какой-то плюс, а меня интересует минус, он тут есть. Тут есть минус. И какой же это минус? Так, милая. Так, хорошо. Тут, смотрите, это актер. Я скажу. Яркий плед отвлекает внимание. Спасибо, Ольга Александровна. Плед, это значит, как я так понимаю, это обозначение, что человеку было. Ей было холодно, потом ей стало тепло. Она согрелась. Возможно, она пришла с улицы. Поэтому она его отбросила. И она ухватилась за эту книгу и не может от нее оторваться. А, на книгу не обратили внимания. Вот она действительно держит книгу. Запущу еще раз этот ролик. Она держит книгу. Здесь, не буду криви душой, это постановка. Это имитация, сделанная мной. Буквально, вы не поверите, по трудоемкости она делается за минуту-полторы. Дальше расскажешь секрет, как это я сделал? Вот. Спасибо, Лариса Петровна. Здесь центральный момент привлечения, что она читает? Она читает некую достаточно толстую книгу. На обложке, которую виден Юрий Белоношкин, Татьяна Терегина, создание «Бота стуля». Ну, это мелкое непрактическое руководство для педагога. Часть картины на стене отвлекает внимание. Так ее хочется узнать. Возможно. Ну, это часть интерьера, поэтому центральный объект – это сама девушка, которая делает книгу. Так что, все, допустим, понятно. В чем-то можно спорить. Но в чем главный недостаток вот этого промо-ролика? Это, опять же, промо-ролик, построенный на эмоциях. Простывающий кофе. Хорошая идея. У нас есть и такой сюжет проостывающий кофе. Название книги «Плохо видно» – отлично. Можно было бы подумать создателю этого ролика, как бы сделать более… Так, внимание на плед. Музыка. Музыка. Но музыка на самом деле спокойная. Не выдерянный объект. Плохо читается название книги. Да, друзья, вот смотрите, пожалуйста, на… Видите буквы «НС»? Это та картинка, которая поставлена неправильно. Это то название, которое должно было быть на переплете книги. Вот в чем ошибка. Если бы оно было бы крупно написано на этом белом фоне, тогда можно было бы рассчитывать, что это действительно понятное название. Спасибо, друзья. Итак, мы видим и плюсы, и минусы. Работает психология восприятия. Мы не знаем, какой текст сопровождается к этому ролику. На самом деле, это ролик именно к какому-то призыву, к какому-то действию. Что-то тормозит видео, да? Эмоции, спокойствие, комфорт. Не очень совместимая техника. Давайте посмотрим… Хорошо, друзья, давайте посмотрим следующий пример. И вы уже знаете, что здесь мы друг от друга ждем. Плюсы и минусы. Сейчас я запущу еще один минутный, точнее 59 секунд длительностью промо-ролик. Попробуем оценить его психологию. Понять, для чего он может быть полезен, а может быть и нет. Приступаем. У вас фрустрация от партнера по маркетингу, от которого вы готовы отказаться? Считаете ли вы, что независимо от того, какой курс вы купите или какие действия предпримете, вы не можете добиться успеха? Чтобы быть успешным в аффилированном маркетинге, вам не только нужны высокие конверсионные ниши и правильные предложения. Вам также нужна система, которая привлекает трафик на ваши предложения, конвертирует его в горячие лиды, увеличит продажи и помогает вам получить лояльность ваших клиентов. Именно это вы узнаете с помощью нашего удивительного продукта. Мы покажем вам, что нужно, чтобы привлечь трафик, преобразовать его от потенциальных клиентов и получить лояльность посетителей. Эта система настолько проста, что до начала работы не требуется много времени, и вы можете немедленно увидеть ваш результат. Итак, если вы хотите воплотить свои мечты о том, чтобы оставаться дома и зарабатывать деньги на ваших самых смелых мешках, через аффилированный маркетинг нажмите ниже, чтобы начать сегодня. Вот тут еще и грамматическая точность. Не успеваем читать. Отлично, 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 замечательно, отлично. Я взял, рассказываю, как это было сделано. Готовый скрипт на английском языке, просто перевел его и попытался озвучить. Но мы знаем, что английские слова, они короче где-то раза в полтора в два, чем русская речь. Но я решил попробовать. Вот это была моя проба, и мы видим, как не надо выстраивать психологию, например, при продажах или привлечении к чему-либо. И хочу сказать, что я не профессиональный диктор. Наверное, было бы лучше найти более удачливого диктора для озвучки, а потом провести этот видеоряд. Но вот у кого-то тормозит. Коллеги, напишите. Да, напористость, но это может быть и плюс. Я взял вот этот стиль из источника, из оригинального американского источника, в котором этот скрипт, вот эта инструкция была прописана. И онлайн-биржа. Да, стереотип, наверное, у Белоножкина есть. Хотя я тоже бывший руководитель брокерского подразделения на онлайн-бирже. Эмоциональность. Вот в чем-то есть плюсы у автора. Это делал один человек, еще раз говорю. Это не делала какая-то команда мультипликаторов, аниматоров. Это все делает один человек без знания программирования. Так, у кого ролик не тормозит, есть такие хотя бы три человека, у кого восприятие не тормозит. Это Екатерина Николаевна. Все, значит, это... Спасибо. Значит, это тормозит только у тех, у кого предположительно слабый интернет. Посмотрим следующие примеры. Это пока примеры, потом будет и практика. Ну что, в принципе, с практикой... Спасибо. С практикой достаточно, с примерами достаточно. Давайте перейдем к практике психологии. Мы говорим, друзья, о психологии в онлайн-обучении. И сейчас я покажу. Вот этот мой рабочий стол. На нем идет трансляция экрана. Как мне лучше сделать? Я вот отодвину на второй монитор ваш чат. Да, вот мне нравится, Людмила Георгиевна, не целостности. Я очень люблю этот термин. Вы угадали мой замысел, Людмила Георгиевна, целостность. Когда я готовился к этому вебинару, думаю, в чем главная моя мысль? Целостность – это соответствие, согласованность идеи, метода и технологии. Идея должна быть ясная, понятная. Ради чего мы делаем? Под каждую идею свой метод выбирается. И под каждый метод своя технология. И вот если вот это все согласовано, это есть целостность. Спасибо, Людмила Георгиевна. Теперь мы рассмотрим следующие примеры эмоционального. Эмоционального, еще раз подчеркиваю, оценивания в онлайн обучении. Или не в обучении, а в бизнесе. Или не в бизнесе, а в обеспечении, например, библиотеки. Вот именно психологические моменты. Сейчас мы видим проект тренингового центра. Он еще не завершен, я его еще развиваю. Это мой проект. Я его разрабатываю вместе с партнерами. В частности, у нас есть специальный Рособорколхоз. Это сетевое профессиональное объединение преподавателей. Обратим внимание на вот этот каминчик. И я спрошу вас следующий вопрос. Слышали ли вы о таком эффекте, как синемография? Для меня этот термин, например, оказался новым. Я услышал про него где-то месяц назад. Итак, нет, 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 нет. Видите, коллеги, а такой? А, Вера Дмитриевна, Галина Вячеславовна, Елена Николаевна. Не совсем это ожившая фотография. Сейчас я поясню. Логика понятна. Да, она тут в чем заключается? Дело в том, что на видео, не на фотографии, а на видео, оставляется движимой только определенная часть экрана. Например, представим себе поток автомобилей на трассе. Едут автомобили в противоположных направлениях. Идет видеосъемка в обеих сторонах. И вдруг один ряд стоит неподвижно, а второй движется. Или машины двигаются, или машины стоят на месте, простите, а облака движутся ускоренно. Вот они все стоят. Или человек что-то делает у компьютера, там какие-то книги разглядывает, а на фоне ближе стоит свеча, она горит, колеблется огонек. Движется только вот этот огонек свечи, а человек замер. Вот эти эффекты, или девушка поливает из шланга цветы, видно, как только поток воды льется из шланга, а она стоит как на фотографии застывшая. Есть масса примеров. Вот это все, этот эффект называется синемография. Или у меня был пример, когда волны, вот эта большая волна, по ней серфингист летит, летит на этой доске, но он замер, он как бы бесконечно скользит по этой волне, а волна беспрерывно крутится, вокруг него наезжает, а он летит по этой волне, но в застывшем виде. Вот это называется синемография. Я не маркетолог, честно скажу, но я очень много читал, что якобы, мне это, я с этим согласен, это завораживает, это привлекает внимание больше, чем просто видео. Спасибо. Не дает уснуть. Идем дальше. То есть, вот это элемент психологии. Идем дальше. Обратим внимание на вот этот аватарчик. Это называется динамический аватар. Это не просто наша фотография в скайпе, или еще где-либо. Это динамический аватар, который вы не услышите. Вот этот аватар запускается по треугольнику. А есть и другие варианты, когда они сами начинают говорить. Вот сейчас эта девушка что-то рассказывает, интересное про этот сайт. То, что не написано. Может какие-то акции, какая-то особенность этого сайта. Вот это, друзья, называется динамический аватар. И мы чуть позже посмотрим. Давайте я вам сразу лучше покажу, как динамический аватар работает, в онлайн-курсе. И этот аватар появился, появился буквально вот за короткое время до начала нашего мероприятия. Марина Юсова прислала мне вот совсем на короткое время, я за 15 минут обработал этот аватар, и сейчас я вам хочу его показать. Вот. Вот этот аватар начинает говорить сам. Вы не слышите, о чем она говорит, потому что это показ экрана. Вот так она говорит. Говорит очень четко. При этом, посмотрите, я кручу, я кручу, студент, посетитель, крутит эту страницу, а аватар стоит на месте. Вот его такой эффект. Она говорит то, на что нужно обратить внимание при чтении. Она говорит очень коротко, очень быстро заканчивается. Она у нас задает импульс для достижения цели чтения вот этого текста. Не видео создает, а записывает вот такое вот динамическое вступление. Мы называем его динамический аватар. Как вы считаете? Как вы считаете? Что подсказывает ваша интуиция? Вы не слышали. Что показывает ваша интуиция? Да, его можно убрать, совершенно верно. Вот так его можно убрать, и он не мешается. Кому-то он не нравится. Можно сделать так, что он появляется только один раз при открытии. Он проговорил и исчез. Можно сделать так, что он появляется при закрытии страницы. Вот ты пытаешься закрыть страницу по крестику или сюда, и он, ты не успел еще нажать, он появился, начинает говорить. Минуточку. Вы же не забудьте, что у нас еще это есть. Если вы это пропустили, то посмотрите, это всего лишь полминуты. То есть этот аватар, это актер, или это человек, или это фигура, которая начинает с тобой общаться. Вот. И теперь давайте мы видим, что интересно, но Юлия Борисовна, ну, говорит, нужно расширить аудиторию, раджировать. Юлия Борисовна, дорогие коллеги, когда ученик, студент, слушатель входит впервые, они в основном только начинают работать, у них всех ранг примерно один, они новички. Именно в этой странице, потому что на другой странице появится другой аватар. Может быть тот же самый, но с другим текстом. Это для новичка. Когда он уже прочитает эту страницу, пойдет дальше, этот аватар ему, все, он уже освоил материал. Все. Это иногда новичка. Вот как это сделать? То есть, я скажу, в чем минус. Потенциальный минус будет, дорогие коллеги. Я никому это же не показывал. Вы смотрите впервые, как это создается. Сейчас вам покажу. У нас будет еще отдельное мероприятие, расширенное. Я вам покажу. Минус один. Оценка. Мы не знаем трудоемкость. Мы думаем, что это очень дорого. Давайте посмотрим, какова трудоемкость. Это инструмент, дорогие коллеги. Я сейчас вам его открою. Вот он. Называется Видеопал. Видеопал. Вообще, он не бесплатный. Видеопал. Вот то, что я покупаю. Хочу сразу обратить ваше внимание на экономическую часть управления вот этой психологией. Обратите внимание, сколько я сделал возвратов из купленного. Да, это стоит деньги, но я смотрю всегда, нужно ли сделать возврат купленного. И если можно, я говорю себе, не понравится, возвращаю. Вот сколько я сделал так называемый рефант. Мне не понравилось. Не поддерживается кириллица. Не выполнено то, что я ожидал. Я возвращаю и все. Понимаете? А вот зеленый это то, что у меня есть. И вот этот видеопал, дорогие друзья, где он? Вот он. Сейчас я открою его детали. Видеопал. Он не дешевый. Так, тут нужно авторизоваться. Это моя, так сказать, доска покупок, где я все приобрел. Он не дешевый. Видеопал. Вот, если посмотреть детали, он стоит вот столько. Не каждый из нас может позволить. Но, друзья, это не значит, что каждый из нас должен это покупать. Я вам сразу говорю, что если то, что вам понравится, того, что я рассказываю, вы захотите то же самое сделать для себя, для каких-то разовых задач, обращайтесь ко мне, мы вам поможем. Мешает восприятию. Я вам скажу, Евгения Юрьевна, там не надо злоупотреблять. Там мы изучили их психологию. Там есть вся психология у этих аватаров. Ролик должен длиться 40 секунд в среднем. Да, технически можно. Но не надо устраивать чтение лекций. Он кратко что-то сказал, запустил некий эмоциональный психологический механизм и остановился. Дальше уже человек сам решает, что ему надо делать. Дело в том, что хромакей, как вот тут уже подсказывает Никита Вадимович, это пол дела. Это тоже проблема. У меня вот висит сзади на шторе, могу подсказать. Это на шторе лучше на трубке вешать, дома поднимать, опускать, не мешать. Это пол дела. Вы ставьте его так, чтобы он находился сам по себе фиксированно, а пользователь мог прокручивать страницу вверх-вниз. Вы этого не сделаете, Никита Вадимович. Вот о чем речь. Кроме того, он может стоять в какой-то отдельной части страницы и там говорить. Например, у вас идет лекция-лекция, а в этой лекции вставочка в комментарии от аватара. Допустим, это говорит президент Путин. Ведь аватара что-то говорит. Причем его можно и по крестику закрыть. Он говорит то, что он реально говорил. Это срабатывает эмоционально колоссально, друзья. Но вы этого не сделаете обычными средствами. Это сложно. Давайте посмотрим, как этот сервис работает. Вот, друзья, сервис видеопал. Показываю впервые. Я не увидел, чтобы кто-то это еще показывал до меня. Это только для вас. Дело то, что не надо нам быть IT специалистом. Даже если мы их попросим, они могут этого не сделать. Или они скажут, это дорого, это время. Я сейчас покажу, как это делается быстро. руками любого из вас. Кстати, я не программник. Я, скорее всего, аналитик. Вот, кстати, пожалуйста, и президент Путин, которого можно, я сейчас не буду показывать, озвучивать, что он говорит, он говорит известную речь. Вот, он появляется на экране и говорит тот текст, который он реально говорил. его можно вставить туда, куда вы считаете нужным. Легально. Именно в то место, вашей лекции, куда вы хотите. Давайте посмотрим другой аватар. Вот это аватар анимация. Мы не слышим пока текст. Текст очень классный. Появляется вот такая вот динамическая фигура, которая также что-то говорит, ведет себя активно, жестикулирует, обращает внимание к тому, о чем она говорит на той странице, где она находится. Скажу сразу, сейчас она говорит русский текст, который был введен в эту программу, причем говорит почти идеально, с выражением, с четкой дикцией и с интересной интонацией. Да, видно, что это слышно, что это говорит робот, но говорит четко и хорошо. Не все могут позволить себе нанять диктора. Не у всех есть такой хороший микрофон. Не у всех есть время, чтобы заниматься этим. Поэтому можно просто ввести текст, и она его озвучит. Это называется трехмерный бот, трехмерный аватар. Идем дальше. Вот это трехмерный. Посмотрим на другой пример. На другой пример. Ну вот девочка-повар, если у вас колледж или какая-то тема, связанная с кулинарией, она будет что-то говорить. Мне очень нравится вот этот персонаж, артист. Я назвал его для себя дядя Вася. Он прекрасно говорит поставленный мужским голосом. Он обращается к вам в глаза. Это артист. Он готов. Не надо никакого хромакея. Он уже готов. Только давай ему два варианта, друзья. Или дайте ему готовый текст, он его озвучит. Или озвучьте его сами, в виде файла mp3, и он его также хорошо озвучит. Это феноменально. Это феноменально, друзья. Надеюсь, смартфон косячит. Ну, да, смартфон, если интернет слабый, может косять. Ну, какие еще тут примеры? Ну, вот это вот, не обращайте внимания, это я летом в Сочи было жарко, дома тренировался, это моя тренировка, а вот моя же тренировка, где я что-то говорю по одному из моих занятий. Я смотрю в глаза, я что-то комментирую, на что-то обращаю внимание, и ухожу. Все, я решил психологическую, эмоциональную задачу, привлечь внимание к чему-либо. Ну, и другие примеры. Вот тут я даю инструкции на стадии авторизации, то есть на каждой странице может быть свой аватар, вот это наша активная сотрудница Наталья Юрьевна Бабыкина, сотрудница имея ввиду наш Рособорков Хоз, сетевое профессиональное объединение авторов России, она очень хорошо комментирует занятия по русской традиционной вышивке. Она занимается, она создает онлайн-курсы, и она прямо с пальцами говорит в руках, что здесь в этом занятие нужно сделать. Это не видеоролик, это именно аватар для создания эмоционально окрашенного результата. Есть аватар сидит, есть вот этот аватар, вы не поверите, он просто молчит, я вам сейчас покажу, он просто на странице появляется, и он ничего не говорит, он просто на нас смотрит. не знаю как вам друзья, но когда он так смотрит на меня, у меня мороз по коже я не предлагаю вам это делать то же самое, я не считаю вообще это корректным и уместным делать, но сама тренировка, вот этот вот момент, когда он стоит, он просто на тебя смотрит и моргает глазами, как обычный человек, ничего не говорит. эффект друзья, на меня колоссальный, колоссальный, для чего он нужен, не знаю, но он есть. Как же сделать, как же сделать, я покажу вкратце, как сделать практически, вот я нажимаю здесь новый проект, внимание, показываю впервые, никто еще не видел, дальше выбираете тип аватара, или двухмерный, или трехмерный, или готовый актер, или премиальный набор аватаров, или ролики из моего видео. Двухмерные аватары, вот они выглядят так, плоские аватары, вы выбираете любой, например, вот этот, вы можете посмотреть, как он будет двигаться, вот идет тетенька, и она уже что-то говорит, вот она останавливается и начинает что-то пояснять, эмоционально говорить вашим текстом или вашим голосом. Там еще и голос мужской, женский можно убирать, или трехмерный аватар, в частности Дед Морозико можно спокойно, вот хоть сейчас, я могу сказать, что если кто-то из вас ко мне обратится за Дедом Дед Морозиком, так и быть, я именно вам, тем, которые были, вот этого Дед Морозика подарю на ваш сайт, он будет говорить то, что вы мне пришлете, голос или текст. Вот это вот премиальные, ведь они подороже, я их не смог приобрести, не могу позволить себе, а вот это вот, это подарочные будут работать, вот строитель, девочка сидит, девочка стоит, доктор стоит, доктор сидит, вот это вот то, что можно взять. Актеры, профессиональные актеры, готовые, вот у них это считается самым продвинутым, такой дяденька улыбчивый, с хорошими зубами, бойкой так себя ведет, он почему-то пошел в премиум, а вот эти остальные мне нравятся. Вот мой дядя Вася, я его очень полюбил, ну просто он прекрасно, вот он и в галстуке есть, и без галстука, шикарный дядя Вася, прекрасно говорит по-русски, кстати, он поддерживает 26 языков мира, украинские, казахские, узбекские, другие там, он армянский не помнит, кажется, нет, прекрасно говорит, То есть, вот это вот, да, вот, Ирина Александровна, можно ввести голос конкретного человека, ну давайте, наверное, ну и можно мое видео, мое видео, вот я сегодня брал Марину, она мне прислала, вот это мое видео, давайте рассмотрим, ну, какой-то вот пример, как вставляется голос, ну кого хотите, так, здесь только одна девушка, остальные все мужчины среди живых, какой вам нравится аватар для рассмотрения, 2D, 3D, актер, какой хотите, кто первый напишет, все, 3D, Наталья Анатольевна, выбираем, допустим, трехмерный, не хотим мы актеров, не хотим такого, берем, допустим, того же Дедушку Мороза, смотрим, как он выглядит, вот он говорит, что-то, открывает ротик, он шевелится, все посмотрели, достаточно, мы его отметили, он отмечен таким цветом, идем далее, тоже впервые, вы сейчас увидите, как можно легко сделать любого аватара, следующий вариант, или выбираете ваш аудиофайл, просто записываете свой аудиофайл, он будет его, это Дедушка Мороз озвучивать, будет, ну, лучше, конечно, мужским голосом, хотя, если это будет голос женский, это тоже будет забавно, если вы хотите выбрать готовый текст, вы сюда его вставляете, и пишите, здравствуйте, дорогие посетители, ну, я не буду сейчас писать, то, что вы напишите по-русски, или вставите из бутера, он озвучит, кроме того, да, тут можно выбрать голос женский, мужской, кроме того, можно выбрать язык, вот эти языки, русский, и тут есть еще готовые скрипты, это тексты, уже заранее составленные маркетологами для продаж, например, продажа курсов онлайн, скрипт на английском, вы нажимаете автоперевод, и play, он переводит этот скрипт на русский язык, и начинает говорить, вы слышите, точнее, слышит тот, который сейчас, это я, вы этот голос не слышите, если вам нравится, вы можете нажать далее, или вставить свой текст, все, все, друзья, вот так вот работает скрипт, или можете, третий вариант, включить рекорд, и прямо тут же договорить свой голос, например, нажимаете рекорд, обратный отсчет пошел, добрый день, дорогие друзья, вы не представляете, что есть на нашем сайте, и в нашем онлайн курсе, дело в том, что наша команда работала свыше 10 лет над этой задачей, и мы наконец ее решили, стоп, вот это я наговорил некий текст, который я хочу, я могу его прослушать, все, все готово, нажимаем далее, next, следующий вариант, уже почти ничего не осталось, или будет кнопка, кнопка, точнее, ничего не будет, или будет кнопка, которая появляется ниже, например, для просмотра, или подробнее, так и написать здесь, подробнее, то есть это будет некая кнопка, которая будет ниже, ниже этого аватара, и можно свет, можно счетчик времени, так, можно, кстати, его в get response, в mail chip, можно на сайт ставить, идем далее, то ли он будет сразу воспроизводиться, сломочка загрузилась, и он сразу заговорил, убираем, если не надо, закрыть после воспроизведения, сделать все черным, затянить, оставить только его, не буду, но, можно еще ставить адрес, видео, которое будет запускаться автоматически, после его завершения, вот он проговорил, закончил, он не исчез, под ним появилось окошечко, из YouTube или Vimeo, и там какое-то кино, если это надо, можно сделать задержку, например, три секунды, или оставить немедленно, проигрывать только один раз на странице, помните, говорили, что он будет надоедать, пожалуйста, сделать кнопочку выключения звука, например, просто хочу смотреть, но слушать не хочу, и все, и создаем и Дедушку Мороза с моим голосом. Сейчас вы в чате получите ссылочку на просмотр того, что я вам показываю, оно действительно работает, только не обращайте внимания на ту бессмысленную речь, которую я сочинил прямо при вас. Все, вот это, ссылочка для просмотра. Вот он появился, Дед Мороз. Все, я ее копирую, рассылаю вам и в чате, и слушаем, слушаем оценивание. Приступаем. И я послушаю себя. Я этого сам никогда не слышал, что это наговорил. Я послушал, и я вижу, что он закрылся. Прошу сообщить, удалось ли вам с этим Дедушкой Морозиком найти контакт, и какие у него есть минусы. все отлажено. Минусов нет. Не слышно голоса. Тедника, да, четко, симпатично. То есть, вы понимаете, друзья, нам не надо бегать за этими айтишниками. Не надо доказывать никому ничего. Вот если кто-то из вас, именно слушатель этого, именно этой нашей встречи, скажет, Юрий Николаевич, мне нужно на сайт библиотеки разместить приветствие к деткам, к родителям, еще чего-то. Напишите этот текст и пришлите. Но, на, где-то, 30-40 секунд. Недолгий. Иначе он будет надоедать. Или файлик. Я вам в виде подарка сделаю это бесплатно. Один такой вот скрипт я вам вышлю. Вы скажете, а где же этот скрипт? А вот, друзья, этот скрипт. Я вам вышлю вот этот. Вот это легко вставляется даже не программистам, вот этот код на любую страничку. И он воспроизводится. Как это делается у нас? Вот, пожалуйста, Moodle или блог, или страничка, что угодно, или даже ваша электронная почта. Как я вот этот сюда вставил? Сейчас я зайду как преподаватель на эту страничку и покажу, что это делается на примере Moodle или любой другой системы дистанционного обучения или конструктора сайтов. Это делается, друзья, элементарно. И вот я показываю HTML код. Вот этот скриптик, который я вставил, и он запускает работу Аватара в лице Марины Владимировны Юсовой. Вот именно в Рособоркалхозе мы обкатали всю эту психологию. Именно психологию, потому что мы понимаем, что это что-то новое. Мы попробовали сами, нам понравилось, оценили, несложно. Вот Марина Юсова сегодня в Новосибирске Государственного педагогического университета, начальник учебно-методического отдела. Пошла, договорилась, у них есть студия, у нее был текст, на зеленом фоне мне ее записали, попросил свет сделать, попросил глаза смотреть, она добросовестно сделала, уже у нас методика отработана, мне присылает, я за 10 минут это размещаю вот именно вот так. вот Moodle, Hypermethod, что угодно, вот если EDX тоже можно, если вы разрабатываете в EDX, там все это можно, в любом курсе, если вы знаете, как ставить, если вы не знаете, как ставить скрипт, вы его просто передадите вашим компьютерщикам, мальчикам, может быть девочкам, почему-то мальчики там одни, они легко это сделают, легко, и он будет у вас работать. Ну что, с этим еще поговорим, у нас будет специальный вебинар именно по динамическим аватарам, по его методике составления, по аватарам, я рассказал вам, именно вам, впервые, как это работает, и сколько это стоит. Наверное, перейдем дальше, да, за 2 секунды, перейдем, пойдем дальше. Дорогие друзья, давайте обратим на следующий элемент психологии, я его отношу к психологии, а не к технологии или к педагогике. Наличие такого элемента, вот если на любую страницу зайти, наличие такого элемента, так, но давайте вот, вот такого элемента, вот, вот о чем речь. Как он называется, кто первый напишет, как этот элемент называется на сайте, вот этот крестик, шарик, как он называется, кто первый скажет, чат, замечательно, замечательно, спасибо, это чат по русски беседа, что тут казалось бы нового, ну эти чаты уже всех достали, вот они выпрыгивают, что-то там, а не хотите ли мы вам поможем, еще что-то, уже надоели эти чаты своей назойливости, и все-таки я думаю, что это тоже психология, раздражение, что же психология, во-первых, обратим внимание, что вот здесь он маленький, он компактный, это не какая-то там висит большая кнопка, она компактная, в то же время при раскрытии она распахивается, что здесь можно передавать графику, например, какие-то инструкции, что-то там ценное, ну например, вот я хочу, вот смотрите, я что-то хочу вот пояснить, что у меня не получается, вот я беру, вот так вот стрелочкой обвожу, сохраняю, 271, и хочу передать тому человеку, у меня не получается чего-то, помогите же мне, а сказать толком не могу, ну не могу, не хватает лексикона, не хватает времени, говоришь, он не понимает, вот он этот скриншот, я беру, беру, и посылаю, и посылаю, вот, вот эта картинка отправлена, я показал свой вопрос, как оценить эссе, понимаете, этот человек написал в чате сайта, вот у меня здесь проблема, в это время я, как администратор, вижу, что мне пришел вопрос, вот он мой вопрос в чате, вот, вот видите, человек написал мне этот вопрос со стрелкой, он сидит очень далеко от меня, ему некогда, у него не получается, или он что-то хочет мне показать, поделиться, но не может сказать это в чате, он не хочет показать, вот он показал мне вот так, то есть, это тоже элемент психологии, другой элемент, тоже примитивный, это смайлики, вот так вот, вы скажете, это несерьезно, это ненаучно, это, ну, вот недавно, я вчера прочитал статью, какого-то, я забыл, метрополит пишет, иконы, это то, что отображает некую идею, мы с древних времен используем иконы, как мощнейший источник, ну, образ, какой-то информации, какого-то отношения, вот эти иконки, в эпоху, придумали не зря, на них уже целое поколение выросло, вот эти иконки, они выражают эмоцию, вот здесь выбирая, какой-то, смайлик, их тут очень много, можно кратко и быстро сообщить свое отношение, вот, вот видите, непрочтенные ответы, вот здесь, вот эти, это уже у того пользователя, вот этот человек, его фотография, вот пишет, прислал смайлики, это писал администратор, а это смотрит уже пользователь, как вы думаете, вот такие элементы, как смайлики, как дизайн, компоновка, вот таких чатов, это ценно для нас, это психология, это выражает, смайлик, понятно, ну, я не буду сейчас дальше углубляться, да, 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 спасибо, вот этот элемент, я вижу, часто недооценивается, например, в чате нет ни файлов, ни смайлов, просто обмен буквами, мне кажется, это не самый лучший вариант, кстати, хочу пропиарить, это разработка чата из Йошкаралы, это ученики Виктора Николаевича Морозова, если кто его знает, это вице-президент профи ДО, вот у них такие, это, тарифы, в том числе, есть и бесплатный, если у кого-то из вас есть свои сайты, вы можете, я вам рекомендую вот этот Чаппорт, а если есть официальные сайты, вот видите, он начинает, этот Александр меня приветствует, вот это уже пошли работы скриптов, скрипты, они похожи чем-то на ботов, они пишут на определенной странице, определенный текст, они как-то реагируют все время, например, если ты пришел во второй раз, у них другая реакция, вот такие вот чаты, они тоже решают задачи психолого-эмоционального состояния, давайте посмотрим еще некоторые, еще, ну да, 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 об этике, об этике, ну, пока у нас больше не классическая этика психология взаимоотношений, у нас с вами практическая оценка возможностей онлайн-технологий для достижения тех или тех или иных психо-эмоциональных результатов, об этике мы сейчас не говорим, мы делаем допущение, что мы этичны, кстати, это одна из проблем в онлайн-обучении, многие не знают, а действительно ли можно осуществлять воспитательную функцию, которая является составной частью педагогики, я считаю, я убежден, что да, в онлайн тоже мы воспитываем, но в рамках сегодняшнего вебинара я делаю допущение, что мы этичны, мы воспитаны, а если кто-то нарушает этику, мы реагируем, задача сегодняшнего вебинара это анализ средств для достижения психо-эмоционального результата, давайте посмотрим на другие инструменты, которые я еще по плану хочу вам рассказать, итак, по видеопалу, видеопалу я все рассказал, все, если кому надо, обратитесь, я вам помогу, это был видеопал, я его закрываю, переходим к следующему, к следующему, к следующему моменту, ну вот у меня тут была заготовочка, связанная с фонотекой, вы скажете, а при чем тут психология онлайн, коллеги, вы везде слышите музыку в моих роликах, и не только в моих, но давайте не нарушать аторские права, если вы это сделаете на фейсбуке, разместите композицию музыкальную, защищенную аторскими правами, фейсбук, это моментально, но не моментально, а через минут тридцать вычислить, там роботы сидят и слушают, что мы воспроизводим, и блокируют любое незаконное воспроизведение музыки, то есть у вас там вебинар или еще что-то, ну там музыка, которая вам не принадлежит, блокируют, а если вы часто это делаете, то заблокируют вашу учетную запись, а музыкальный фон, это как мы догадываемся, это хорошее эмоциональное воздействие на то, что мы говорим, поэтому, вот я это сейчас наговорю, мысли, в ютубе есть библиотека бесплатных аудио музыкальных произведений, которые можете скачивать, вот скачивать, вставлять свои фильмы, и при этом ничего не нарушите, и при этом не обязаны никому ни копейки, ни цента, ни чипов, вот, композиции, правда, они еще говорят, не забудьте включить в описание ролика следующий текст, композиция Reels принадлежит исполнителю Audio Naughtix и лицензия, но если вы забудете, они просто вам пришлют письмо, что это не ваша музыка, эта музыка принадлежит произведение Audio Naughtix, ничего страшного в этом нет, мы просто вас об этом предупреждаем, вот, пожалуйста, коллеги, используйте, все, я закрываю этот момент, хочу сказать, где он находится, если вы откроете панель управления, вот, именно фанатека, если забудете меня, или потеряете запись этого вебинара, просто погуглите фанатека, YouTube, Google, или как скачать бесплатную музыку, вот, следующий элемент, мне очень нравится, я сейчас вам расскажу, следующий инструмент, он тоже платный, называется Video, по-моему, это все делают индусы, но они, по-моему, работают уже в Европе и в США, судя по изображению тех, по облику тех, кто говорит и представляет вот эти продукты, они мне похожи на, и по акценту, они похожи на индусов, что это такое, это именно те, да, да, конечно, я не говорю сейчас про выбор музыки, надо обязательно, вот я музыкант в прошлом, наверное, мне легче, я всегда учитываю стиль, характер, кромкость, затухание, нарастание, я всегда это использую, вот я сейчас, не знаю, видите вы мой экран или нет, я использую специальные средства для этого, по работе со звуком, для того, чтобы достигать тех или иных эффектов и всегда выбираю музыку, вот что касается этого инструмента по созданию темплейтов, заставок, здесь музыка уже есть, ну, что чиста ведь задачи, у нас не входит сегодня анализ постановки аудио, медиа, музыкальных задач в обучении, мы просто упоминаем, что это надо делать, так, фанатека, где ссылочку взять, вечная проблема, я уже закрыл, ну, давайте я покажу, вы заходите в YouTube, в YouTube, коллеги, открываете YouTube, если у вас есть учетная запись, нажимаете на, вот сюда, на мой канал, и сейчас буду искать, сейчас скажу про работу со звуком, так, нет, извините, не мой канал, а творческая студия, создать, и вот тут появляется фанатека, вот эта фанатека, давайте я вам ее в чат сейчас сбросил. фанатека, бесплатных произведений, спасибо, Татьяна, значит, по работе со звуком, я не использую Audacity, пока еще не использую, я обхожусь Кантазией, видите, вот эту программу Кантазия сейчас на экране, по-моему, нет, по-моему, нет, вы не видите, видите на экране, нет, не видите, регистрация на Ютьюбе, чтобы скачать, ну, попробуйте без регистрации, по-моему, она без регистрации тоже работает, для обработки звука я использую Кантазия, там у меня все, я скажу больше, меня больше волновал вопрос микрофона, долго лет использовал дешевые микрофоны, пока наконец не купил вот этот Blue Yeti, по очень выгодной цене на, поддержанный на, как это, в онлайн, на Авито, причем у себя в Сочи, быстро, тот же день купил, ничего не ждал, а обработку звука, нет, я не занимаюсь, у меня не хватает на это времени, хотя знаю, что это тоже искусство, пока обхожусь так, Кантазию видно, вот Кантазии, я сейчас покажу, здесь я открою, допустим, какой-то проект, мой, какой-то проект, вот он загружается, я все делаю там, в том числе и обработку звука, название микрофона, Blue Yeti, у меня даже целый ролик, зайдите, пожалуйста, на мою страничку в Фейсбуке, вы увидите, как я его приобретал, и там все есть, вот этот мой ролик, здесь сколько, большое количество дорожек, треков, и вот какие тут аудиоэффекты я использую, это подавление шума, автоматическое выравнивание уровня, чтобы громкие и тихие слишком не отмечались, а были примерно одинаково, нарастание звука, затухание, и скорость, можно звуковую дорожку замедлять или ускорять, и все, больше я, вот мне этого достаточно, особенно вот удаление шума, но когда купил микрофон, мне стало гораздо проще, это что касается звука, потому что звук, возвращаясь к нашей теме, это тоже психология, это тоже воздействие на наше восприятие, вот программа, идем дальше, программа видео, заставок, можно создать новую, здесь есть альфа-каналы с полупрозрачными элементами, есть интро, какие-то ролики водные, сейчас они тут ни виды, не прорисовываются, есть целые живые сцены, как вот девушка сидит с книгой, помните, мы начинали, и читает, или какие-то ученые что-то там прорабатывают и смотрят на какой-то ваш объект, вот один из интро, когда сейчас он будет прорисовываться, когда вот в этом флакончике химическом в этой бутылочке появляется какой-то образ, изображение, эмблема вашей компании или что-то еще, это все анимированное, точнее, все художественно снято, вот такие вот легко создаются, пока никак они не прорисуются, заголовочки, оверлей, попробую дождаться, пока загрузится хоть что-нибудь, просто выбираете, сейчас уже не буду ждать, пока загрузится, пишите свой заголовок, пишите под заголовок, цвет, название ролика, и вот он, отключить аудио, то есть у них бесплатные звуковые ролики уже готовые, есть, лицензионные, можно использовать бесплатно, создаете видео, давайте, сейчас пока говорим, что мы создам только название его, включить, и все, запустил дэрид дэринг, все, он пошел готовиться, он не сразу делается, это какое-то время, и создается ролик, под видео больше говорить ничего не буду, вы просто выбираете шаблон, вы уже, наверное, видели, мы это все, вставляете изображение нужного размера, вставляете текст, и работает, вот этот вот инструмент, помните, я вам показывал ролик под названием «Как купить онлайн в курсе», это инструкция, она очень короткая, но когда мы размещаем что-либо в ютюбе, вот я сейчас обвожу, очень хорошо использовать заставку, начальную заставку в этом ролике, давайте покажу вам, о чем идет речь, и эта заставка начальная должна быть определенного размера, чтобы не было никаких, вот он, этот ролик, сейчас покажу, вот этот ролик в ютюбе, вы уже его слышали, и когда мы его размещаем, размещается очень легко, наверное, вы же знаете, вот, я выбрал, вот, я выбрал, вот это называется скачать, ой, извините, ой, я закрыл, скачать значок, я этот значок должен выбрать, так вот, чтобы этот значок исполнить, нужно его размер угадать, вот в этом еще один сервис, юзайн, индусы любят придумать такие названия необычные, выбираются уже готовые размеры, в данном случае это размер именно под ютюб заставку, я туда размещаю какую-то картинку, например, мой скриншот, и я хочу на этот скриншот разместить какой-то текст, быстро, причем быстро, размер ютюба, я выбрал в этом сервисе юзайн, картинку, скриншот я вставил, выровнял, нормально, мне нужно быстро разместить крупными буквами, причем такими стильными буквами текст, как я это делаю, вот этот текст уже в редакторе, уже введен, если я хочу его отредактировать, я его тут же редактирую, например, знак вопроса, моментально редактируется, эффекты, вот здесь волшебная палочка, выбирается цвет фона, вот я его меняю, например, на синий, вот эту, синюю обводку, размер вот этого, этой подсветки я меняю, регулирую, то есть все на уровне школьника, но зато быстро и качественно, добавляю вот этот блюр, если надо, такой размытый, но ненужный, могу сделать прозрачными этими буквами, они абсолютно прозрачными, и могу добавить тень, вот эту объемную тень с определенной плотностью, я делаю всего лишь заголовку и скриншот, там на самом деле гораздо больше возможностей в этом редакторе, но пока мне это надо, и все, если я хочу сохранить обозначение моего ролика в ютубе, я это делаю совершенно легко, вот еще один инструмент, создает ли он психологический эффект, создает ли он эмоциональный эффект, мне кажется да, когда мы что-либо размещаем, особенно если речь идет о распространении, о привлечении внимания, о тех же каких-то конференциях, каких-то семинарах и так далее, мы используем вот такие вот решения, давайте я покажу вам еще напоследок, у нас уже время свяжется к финалу, мы скоро подведем классный итог с вами, давайте я посмотрю еще, что у меня есть из готового, из готового, ну вот мой микрофон Blue Yeti, видали сейчас мой экран и фотографию вот этого микрофона Blue Yeti, видно, спасибо, отлично, у нас звук ни разу не испортился, отлично, нас Мирополе стал любить, вот такая вот достаточно большая штука, я сейчас попробую порисовать, на мощной подставки, сначала у меня была подставка, кстати, мальчик сказал, что ты продаешь так дешево, мальчик сказал, она мне на столе мешает, мешает, он в колледже учится, ему мешает, мне тоже она мешала, я в итоге купил специальную подставку, она мне вот сейчас в воздухе висит, и не мешает, обратите внимание, что я использую, у меня вот это вот, свет, вот сейчас мне светит вот эта лампочка, стоимостью всего лишь 250 рублей, вместе вот с этим вот шарниром, на этот шарнир крепится вот эта веб-камера, к которой сейчас вам смотрю, и улыбаюсь, у меня один монитор, на котором я сейчас смотрю, на втором чат, в котором я вам что-то пишу, всего один компьютер, вот и вся моя студия, и наушники, через которые я сам себя послушаю, то, что я говорю, я еще и слышу, это очень важно, я сам себя слышу, психология моя собственная меняется, и все, друзья, телевизор я почти не смотрю, очень редко, вот это вся моя мастерская, вот Белоношкина, я вам показал всю мою подноготнюю, на примере этого, монитор держит фирменная подставка Proel, я поехал в музыкальный магазин, и случайно нашел, мне просто везет с этим, заплатил, еще поторговался, она на мощном таком кронштейне крепится к полочке, и висит в воздухе вот этот монитор, вот этот микрофон, мой любимый Blue Yessie, очень хороший микрофон, вообще надо говорить вот так, в студиях говорят, именно близко к нему, и вот это специальная защита от ветра, не дает взрываться словам и звукам, что еще я вам хотел, а, да, хотел показать вам мои примеры, мои примеры, давайте покажу вам отрицательный пример, вот этот, сейчас, секундочку, ролик, сделанный в видеоз, видите, не показывают некоторые, вот некоторые заставки не работают с кириллицей, замечательная заставка в стиле Голливуда, с хорошим звуком, который вы не слышите, я его специально, но вот некоторые шрифты не читаются, только латиница, это, так сказать, антипример, ну, что еще можно привести тут, вот, интересный пример, это работа актеров в системе Видеоз, здесь я вместо изображения подставил зеленый кусок, зеленый кусок, вместо которого в программе Камтазия вставляет то, что я хочу, ну, например, изображение нашего вуза, нашего колледжа, нашего передовика, какую-то любую фотографию, и вот этот вот лысенький дяденький актер, это все актеры, они имитируют, что якобы они что-то анализируют, это тоже психология, это игра, это трюк, который я делаю в Видеоз, вот сюда могу подкладывать, видите, там даже тень видна, вот такой вот Видеоз сделал пример, таких примеров у меня очень много, вот еще один пример, я взял картинку Скокуса, у нас была тема по Скокусу, и все, мы видим, как привлекает эта девочка внимание к какому-то мероприятию посвященную, она просто плывет, еще такие примеры, так, а, я их не все тут вижу, сейчас я их ассортирую, ассортирую, по типу, вот еще один пример, тоже без музыки, там вообще музыка колоссальная, это актер, это психология, это заголовок, это эмблема какого-то вуза известного, вот вам пример заставки, сделанные за одну минуту, без программистов, без участия каких-то там режиссеров, постановщиков, без покупки музыкальных произведений, все это делается за минуту, это пример привлекает, дорогие друзья, что еще мы могли бы рассмотреть, но не рассматривали именно сегодня, мы с вами не касались психологии ботов, но она у нас запланирована, и она у нас будет, я о ней уже трижды говорил, но не все рассказал, а психология ботов, я, кто не видел, вот у нас бот-консультант, робот, который разговаривает, он даже понимает русскую речь, хорошо понимает, вот давайте я сейчас проверю, привет, нет, он, у меня микрофон занят другим устройством, извините, потому что я сейчас вебинаре сижу, вот, нажимаю ему привет, он мне отвечает тоже привет, это консультант по сайту, у него тоже своя психология, например, если кто-то захочет хулиганить, спросить не про то, что надо на сайте, а что-то свое, что ты тут делаешь, ну, это уже известный мой прием, что он ответит, я всегда тут, кто твои родители, кстати, можно писать с ошибками, мои родители, он тоже отвечает, и кто его создатель, вот такие вот элементы тут же относятся к психологии, я, конечно, не все назвал, не все инструменты, но, я сегодня, дорогие друзья, вам показывал, только некоторые из инструментов, которые у меня есть, вот они тут еще есть, вот еще есть, кроме того, что я показывал, то, чего нигде вы раньше не видели, мне кажется, наша задача это увидеть состоялась, я бы хотел в итоге спросить вас и сформулировать следующие гипотезы, действительно ли мы живем в мире избытка информации, когда многие предлагают, но сами не применяют, действительно ли нам важно видеть практики, не просто методики или теорию, это все важно, а практику как воплощение некой теории, как ее кульминацию, так ли это, если это так, по первому пункту напишите один плюс или один минус, это первый вывод, умение находить ту информацию, которая нужна мне, и ту практику, которая полезна мне, второй вывод, второй вывод, нужно уметь, как вот тут уже сказали, коллеги отметили, чувствовать целостность, для чего я делаю, насколько это трудозатратно, ресурсозатратно, каким методом буду решать, и есть ли такая технология у меня, вот это второй вывод, мы сегодня, по-моему, с вами решили, мы понимаем, вот эту целостность, важность ее, ну и третий вывод, который я хочу у вас спросить, который мне кажется важным, это третий вывод, напишите три плюс или три минус, если вы согласны с третьим выводом, что нам необходимо сотрудничество и взаимодействие, что это значит, если у меня чего не хватает, вот что я и делаю частенько, я спрашиваю, как это сделать, я спрашиваю, если вам чего-то не хватает, и вы говорите, Юрий Николаевич, помогите мне, можете или нет, я вам отвечаю, вот это взаимодействие мы сегодня с вами и показывали, возможное взаимодействие, вот о чем я бы хотел с вами спросить, спасибо за ваше мнение, я вижу, что наши три вывода совпали абсолютно, ну, у кого-то даже пять плюсов, и напоследок, если у вас возникли вопросы по этому вебинару, все ли вам было понятно, может быть, с чем-то не согласно, может быть, вы хотите что-то уточнить, пожалуйста, у нас есть еще пара минут, чтобы я это сделал, если же вопросов нет, ну, мы в ходе нашей встречи активно использовали обратную связь, я постоянно задавал вопросы, я провоцировал вас на критический подход, и у нас это получалось, я очень вам благодарен, вопросов больше не вижу, вы не представляете, как я благодарен вам за вашу реакцию, большое вам спасибо за то, что вы чувствуете то, о чем мы думаем, о чем мы переживаем и с вами делимся, Павел Юрьевич, пожалуй, я тебя позову сюда, чтобы остановить запись, коллеги, я вижу, что активная часть вебинара закончилась, значит, время мне подвести итоги, я как всегда благодарю, я отвечу, да, Ирина Александровна, в муду можно вставить, аватар в тест в муду, Паш, можно я быстренько отвечу, да, конечно, я жду, коллеги, вот это очень хорошая находка, тест в муду всем давно уже известен, уже как бы ничего нового, представьте себе ситуацию, кто знает муду, он сдал на отлично, появляется такой позитивный человек, говорит, как я рад, что ты выполнил, я дождался от тебя этого, спасибо, дорогой, он ему сказал это и исчез, какой-то образ, то ли преподаватель, то ли какой-то гномик, а если получил хорошую оценку, он ему говорит другое, ну, это может, в зависимости от оценки разные события, говорит, ну, ты знаешь, неплохо, но могло бы быть и лучше, если бы ты подсчитал вот тему такую-то еще раз, а если он получил двойку, он ему говорит, соответственно, вы представляете, что, вот этот вопрос очень интересный для гемификации, его никто еще не применял, и мы рекомендуем обратить внимание. Спасибо. Ну, что ж, наш вебинар движется к концу, я благодарю Юрия Николаевича за подробное освещение темы, благодарю всех, кто был на вебинаре, за активное участие в вебинаре, и хочу пригласить вас на все наши следующие вебинары, на вебинаре Юрия Николаевича и на все прочие вебинары, которые у нас проходят почти каждый день. А сейчас я с вами прощаюсь до наших новых вебинаров, с вами я прощаюсь до завтра, завтра в 12 часов у нас вебинар Софии Багдасаровой, и жду вас всех на этом вебинаре. Всего хорошего! удачи! Вообще! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...